Друзья, всем привет! Меня зовут Артем Козловский. Я основатель компании Enjoy. И сегодня я хочу записать видео на тему ТОП 7 лучших, оптимальных вариантов Шарм-эль-Шейха для отдыха зимой. В предыдущих наших обзорах мы не единожды говорили о том, что по-настоящему весенний и сезонность в Египте начинается с середины марта. То есть до середины марта есть риски ветра, есть риски прохладной ночной температуры, есть риски температуры воды, которая будет ниже, чем 23-24 градуса. То есть после середины месяца все эти варианты фактически нивелируются. Ближе к концу марта погода в Египте становится фактически идеальной для отдыха. Как температура воздуха, так и температура воды. То есть температура воздуха приближается к 30-32 градусам, вода к 25-27 градусам, уменьшается ветер, ночная температура начинает подниматься от 18-20 до, скажем, 24-25 градусов. Вот, и это вот идеальный период для того, чтобы отдыхать с семьей, с детьми, взрослым. Итак, у нас есть 7 оптимальных вариантов, которые по ценовой политике последнее время выигрывают. И они на самом деле лидеры продаж, лидеры рынка. Итак, на седьмом месте у нас идет отель Rehana Royal Beach. Прекрасный вариант. Находится в бухте Напх. То есть это место вообще само по себе отличается ветренностью. Но, так как мы говорим про сезонный период, ветер там минимальный в это время будет. Не длинный понтон, как для этого места. Понтон составляет приблизительно 40 метров. Хороший коралловый риф, хорошая территория. Главное, есть классная детская зона и детская анимация. Есть два аквапарка, причем один из аквапарков полностью подогреваемый в любой период. И в зимний, и в весенний. То есть он полностью греется, не то чтобы бассейн, а вся аквазона. И на сегодняшний день отель Rehana стоит приблизительно 800 долларов за двоих человек за 7 ночей. И это один из самых продаваемых. И за эти деньги они по-настоящему дают высокий уровень сервиса, классное питание. То есть в отеле в большом изобилии есть рыбные, мясные продукты, есть даже морепродукты. А главное, отношение менеджмента и персонала отеля на сегодняшний день есть одним из лучших во всем Египте. Так, идем дальше. Следующий отель, это у нас отель Nubian Island. Nubian Island находится также в бухте Напк, также находится на берегу. Здесь понтон немножечко длиннее, где-то 250 метров. Есть также хороший коралловый риф. Вот территория отеля достаточно большая. Состоит из двух отелей Nubian Island и Nubian Village. Качество питания за деньги, которые дает Nubian, это приблизительно 800-900 долларов на сегодняшний день, то есть на март месяц. Вот. Оно идеальное, то есть по качеству ничем не будет уступать предыдущему отелю. Вот. Здесь также есть подогреваемый аквапарк. Хорошая территория в плане достаточно озелененная, то есть много пальм, так как отель построен достаточно давно, но постоянно проводится реконструкция, то есть проблем в этом плане нет. Поэтому Nubian Island, он также есть одним из лидеров продаж и одним из самых качественных вариантов, которые можно предложить в пределах до 1000 долларов. Идем дальше. Следующий отель это сети Jazz Mirabelle. Значит, отель Jazz Mirabelle состоит с трех отелей. Значит, это Jazz Mirabelle Beach, Jazz Mirabelle Park и Jazz Mirabelle Club. Также находится в бухте Напк. Пантон составляет где-то 400 метров, есть хороший коралловый риф. Напротив этого отеля сразу же находится затонувший корабль. Это одна из достопримечательностей, куда раньше привозили на яхты для дайвинга. Вот. Сейчас, если вы хороший пловец, то вы теоретически сможете до него доплыть. Ценовая политика составляет также где-то в районе 850-900 долларов за двоих, за 7 ночей. За эти деньги качественный сервис, качественное питание. По питанию, так же, как и в предыдущих вариантах, помимо большого изобилия рыбных, мясных изделий, большой выбор фруктов, а также есть морепродукты. И раз в неделю точно есть рыбные вечера, где есть креветки, мидии, кальмары, крабы. То есть здесь это все в изобилии. И я еще раз повторюсь, ценовая политика отеля одна из самых интересных на сегодняшний день. Jazz Mirabel состоит из трех корпусов. Первый идет Jazz Mirabel Beach. За ним идет Jazz Mirabel Park. И еще за ним идет Jazz Mirabel Club. То есть это одна большая общая территория, которая состоит из трех корпусов. Поэтому если у вас есть выбор Beach Park и Club, если разница в цене, например, составляет 100 долларов, то без проблем можно ехать и в Club, так как разница будет только в расстоянии до моря, но там нету никаких дорог, нету никаких променадов. Вы просто с одного корпуса идете по территории, проходите второй, третий корпус. То есть расстояние между самым дальним корпусом и самым ближним составляет приблизительно 150, ну может максимум 200 метров. Поэтому я не вижу в этом никакой проблемы. Если есть возможность сэкономить, то без проблем. И, кстати, еще повторяюсь, в зимний период гостей отеля корпуса Club, Jazz Mirabel Club, селят обычно в Jazz Mirabel Beach, так как в зимний период этот отель не пользуется популярностью и заветренности. Хотя у нас сейчас уже, вот сейчас начало марта, сейчас уже много туристов отдыхает в отеле, они довольны температурой воздуха, ветра нет, купаются, загорают, то есть все классно. И очень довольны питанием и отношением. Поэтому обязательно его рассматривайте. Следующие отели, отели сети Coral Sea. Значит, первых два идут, скажем, немножечко более проще и, соответственно, дешевле. Это Coral Sea Waterworld, Coral Sea Holiday и третий Coral Sea Sensatory. Значит, первых два, Coral Sea Holiday и Coral Sea Waterworld, это, скажем, интересные варианты по ценовой политике. На сегодняшний день они продаются в районе 900 долларов на двоих. Это одни из лучших вариантов по соотношению цены и качества. Также находятся в бухте Наб. Понтоны приблизительно 250-300 метров. Качественное питание, качественный сервис. Значит, помимо всего, есть огромные аквапарки. То есть аквапарки составляют больше, чем 15-20 горок. Вот, это просто рай для детей. Еще и при всем есть достаточно неплохой вход с берега, с песка. Вот, поэтому многие выбирают эти отели для семейного отдыха. Coral Sea Sensatory это более высокого класса отель. Сейчас его ценовая политика составляет приблизительно 1000-1100 долларов. Но этот отель уже один из лучших вообще во всем шарме. И если мы будем говорить про отель именно высокого уровня, то его конкуренты будут стоить где-то 1200-1400 долларов. За эти деньги, чтобы не переплачивать, можно взять Coral Sea Sensatory. Во-первых, он в отличие от предыдущих отелей имеет короткий понтон. Понтон составляет приблизительно где-то 50 метров. Вот, находится в районе Расносрани. Значит, соседний отель это отель Baron Resort. Вот это именно высокого уровня отель, который на 200-300 долларов будет дороже. Но по качеству он особо лучше не будет, чем Coral Sea Sensatory. Sensatory полностью обновленный и реконструированный отель. То есть, очень свежие и качественные номера, высокого уровня питания, сервис. И этот вариант подходит не только для середины марта или конца марта. Этот вариант без проблем подойдет и для начала марта, и даже для зимнего периода. Поэтому этот вариант всегда пользуется спросом в любое время года. И это один из самых продаваемых и востребованных вариантов. Также есть горки на территории отеля Coral Sea Sensatory. Идем дальше. Значит, следующий отель. Отель Stella Di Mare. Stella Di Mare продается круглогодично, но и в весенний период. По ценовой политике он стоит где-то 1000-1100 долларов. По качеству он соответствует отелям высокого уровня. Это первый из перечисленных отелей, в котором самый короткий понтон. То есть, понтон составляет приблизительно метров 30. Хороший коралловый риф. Из плюсов отеля это расположение. То есть, отель уже расположен недалеко от центра Naama Bay. То есть, в пешей доступности вы можете посетить самый тусовочный, самый молодежный район Шарма Naama Bay. Помимо всего, он полностью защищен от ветра. То есть, его без проблем можно рассматривать в любой весенний период и даже в зимний период. При этом, он пользуется популярностью из-за своего качества, расположения, короткого понтона. И одно из самых больших преимуществ отеля это именно питание. Поэтому обязательно рассматривайте для себя этот вариант. Особенно в весенний период, особенно по ценовой политике. Итак, следующий вариант. Это топ сезона будет. Я его включаю к семерке лидеров, скажем, таким дополнительным местом. То есть, у нас по факту будет 8 отелей. Это от меня маленький подарок, маленький совет. Отели сети Albatros. Значит, на сегодняшний день, с 21 февраля, принял своих первых гостей. То есть, первых 100 номеров заехало в отель Albatros Palace. Albatros Palace это новый отель, который был построен на территории отеля, бывшего отеля Melia Charm. Значит, после Melia Charm он назывался Grand Siren, потом Pic Albatros Grand Siren. И на сегодняшний день отель Pic Albatros купил отель сети Albatros. Теперь это называется Albatros Palace. На сегодняшний день ценовая политика приблизительно 800-900 долларов. Но я уверен, что с каждой неделей цена будет расти. Пока еще в марте месяце отель можно взять в пределах 900 долларов. Но у нас уже сейчас есть там туристы. У нас сейчас есть видео туристов, есть отзывы туристов. Отель полностью закончил все строительные работы. 27 февраля состоялось официальное открытие отеля. Отель отличается уже на сегодняшний день высочайшим уровнем сервиса, высочайшим уровнем питания. Все вылизано, все номера были реконструированы, территория обновлена. Все лежаки и зонтики также были обновлены. То есть, они в идеальном состоянии. На лежаках даже есть подушки. В номера, вот пока первым гостям по утрам приносят завтраки. Туристы, вот те, которые сейчас, они просят, говорят, блин, настолько жалко, что мы еще не остались, не можем продлить себе отдых. Отель невероятный. А самое главное, что он пока продается фактически по рекламной цене. И я уверен, что на следующий год. А скорее всего, даже уже не на год, а уже в этом году, в октябре месяце. То есть, в начале высокого сезона отель будет стоить на 30-40% дороже. Поэтому у вас есть уникальная возможность в марте месяце, в апреле месяце, в мае месяце, в летние месяца уехать в один из самых качественных отелей Шерм-Эль-Шейха, в новых отелей Шерм-Эль-Шейха, которые можно купить сейчас со скидкой минимум 30-40% от проживания. И я очень рекомендую, советую, кому нужны будут отзывы, кому нужны будут фотографии, подписывайтесь в нашу группу в Вайбере. Я здесь оставлю ссылку под видео, кому нужно, я ссылку сброшу в Инстаграм, на Вайбер. Пишите. Вот там много чего интересного, много обсуждений по отеле, много отзывов, много фотографий. Многие люди сами себе подбирают, консультируясь с другими туристами отелей в нашей группе. Поэтому подписывайте, вступайте, всех вас там жду, там реально классно. И еще один момент, так как многие путают, значит, в апреле месяце рядом, это было, это несколько лет была многолетняя стройка, будет открываться отель Fun&Sun Albatross Palace. Значит, фактически эти два отеля будут иметь общую территорию, но в чем разница? Значит, с отелем Albatross Palace эксклюзивно будет работать с Украины, только оператор JoinUp. С отелем Fun&Sun Albatross Palace будет работать оператор TUI. Значит, гости, которые будут проживать на территории Fun&Sun Albatross, они смогут пользоваться территорией двух отелей, своего и Albatross Palace. Значит, на территории Fun&Sun Albatross Palace будет построен огромный детский клуб, будет одна из лучших детских концепций на территории Шерм-эль-Шейха. Вот, все остальное, ну, там еще некоторые дополнения в виде круглосуточного бара, в виде отдельного ресепшена, в виде отдельной стойки будет на территории отеля Fun&Sun. Но отель Fun&Sun Albatross откроется, открытие запланировано на 1 апреля, то есть отель пока не функционирует. Но в апреле месяце начнет свою работу, и это будет еще, скажем, скорее всего, более семейного плана и, может быть, немножко повышенной концепции отель сети Albatross. Значит, но не путайте, гости отеля Albatross Palace не смогут пользоваться территорией отеля Fun&Sun Albatross. Ценовая политика приблизительно на 10-15% сейчас выше, чем отеля Albatross Palace, но отель Fun&Sun еще пока не открыт. Как только он откроется, ценовая политика начнет также расти. Поэтому, кто планирует свой отдых заранее, тот делает правильно, то есть сейчас есть возможность забронировать новый, самый новый отель, который откроется в апреле месяце. По стоимости где-то, опять же, на 30-40% ниже. Кому будут интересны цены, также можете писать мне в Instagram, он будет находиться под видео. Мы с удовольствием для вас это все просчитаем. Значит, следующий отель, это отель также сети Albatross, называется Royal Albatross Moderna. Ставлю его на более высокую позицию только по причине того, что отель стабильно работает, стабильно открыт, в нем все налажено. Там много людей, то есть есть много отзывов. И это тот отель, в который едут туристы даже после высокого уровня Турции и остаются по-настоящему довольны. Значит, в отеле все фактически идеально. Одна из лучших детских концепций, один из самых классных и больших аквапарков. И, кстати, аквапарк с полностью подогреваемой аквазоной. И в зимний и весенний период раз. Одно из лучших питаний на территории всего Шарм-эль-Шейха. И я его ставлю на такую высокую позицию, так как отель на сегодняшний день можно взять в пределах 950 тысяч долларов. То есть за эти деньги это лучший вариант, который можно, то есть в пределах 1000 долларов, если мы говорим, мы выше качества не возьмем. Ну, разве что вот эти два новых отеля, Альбатрос, Пелес и Фанэнсан Альбатрос. Но, так как отели еще не заезженные, то есть они новые, мы собираем отзывы. Поэтому я пока для подстраховки ставлю их немножечко ниже. Вот. Единственный нюанс отеля Ройл Альбатрос Модерна это длинный понтон. Понтон составляет 600 метров. В отличие от двух предыдущих Альбатросов, там понтон, извините, будет составлять где-то метров 40. То есть в предыдущих двух Альбатросов, Альбатрос Пелес и Фанэнсан Пантон, застряет 40 метров. И кораллы там на самом деле одни из лучших, так как это отели, которые соседи отеля Барон Пелес. Вот. В отеле Ройл Альбатрос Модерна, понтон 600 метров. Кораллы достаточно неплохие, но находятся в бухте Напк. Это ветреное место, поэтому только после середины марта есть смысл рассматривать этот вариант. Так. И на первом месте это отель сети Риф Оазис, а именно Сентидо Риф Оазис Блубет. Для многих была неожиданностью, что именно этот вариант я включил в свой список, так как я, честно скажу, не фанат и не продажник отеля Риф Оазис только в зимний период. Но последние туристы, которые вернулись именно из отеля Сентидо Риф Оазис Блубей, то есть это не Риф Оазис Бич, не Риф Оазис Блубей, это именно Сентидо Риф Оазис Бич, извините. То есть это VIP-корпус Сентидо, он находится за корпусом Риф Оазис Бич. Это корпус, который настроен именно на VIP-концепцию, на высокую концепцию. И среди всех отелей высокого уровня это лучший вариант по питанию, лучший вариант по качеству. Помимо того, в отличие от отеля, например, той же Стелла Димары, у них есть свой аквапарк на территории Риф Оазис Бич. То есть для того, чтобы попасть на территорию Риф Оазис Бич, вам надо выйти с корпуса Сентидо Риф Оазис Бич и зайти на территорию, то есть у них общая территория. Но именно корпус Сентидо это корпус VIP-концепции, то есть именно высокого уровня. И при всем при этом ценовая политика отеля не превышает 1200-1300 долларов за двоих, именно в пиковые высокие даты. И если мы говорим про отели высокого уровня, это, наверное, один из лучших вариантов именно высокого уровня, который не перейдет границу 1500 долларов. То есть этот вариант можно сравнить без проблем с отелями, которые стоят 1500 долларов. Он не будет хуже, но он дешевле. И вот здесь вот можно сэкономить, поэтому это оптимальный вариант. Это первое место. Это высокий уровень, помимо всего короткий понтон, шикарный коралловый риф, есть заход с берега, с песка, есть много лагун, есть аквапарк. Классное расположение в закрытом месте, то есть даже в начале марта без проблем его можно рассматривать. Это вообще круглогодичный отель, даже для зимы подойдет. Поэтому Сентидо Риф Оазис Бич это первое место. Обязательно рассматривайте для вип-туристов, которым важен короткий понтон, хороший коралловый риф, хороший вход и по-настоящему качественное питание и сервис. На этом обзор 7 плюс 1 отелей Шерм-эль-Шейха плюс 1, потому что это новые отели. Я заканчиваю. Надеюсь, обзор был интересным и обязательно поможет вам выбрать лучший вариант для своего отдыха. Кто не может определиться, без проблем может написать нам. Мы просчитаем вам варианты. И в течение этого месяца у нас будет сразу 3 больших открытия. Мы открываемся в Запорожье, мы открываемся в Харькове и мы открываемся в Одессе. Сразу в 3 крупных городах у нас будет большое открытие. Следите за нашими новостями в Инстаграме, в Фейсбуке. Мы обязательно вас уведомим и у нас будет розыгрыш. Скорее всего, это будет проживание в Турции для победителей, которые будут участвовать в наших конкурсах при открытии. А также завтра, 3 марта или сегодня, я не знаю, как выйдет видео, у нас будет официальное открытие во Львове. Все, кто во Львове, также подписывайтесь в мой Инстаграм, подписывайтесь на наш канал. Следите за событиями, которые происходят во Львовском офисе. Там работают суперпрофессионалы. Я очень хочу, чтобы вы с ними познакомились. Вот, поэтому никогда не переживайте. Пишите, мы обязательно ответим на все ваши вопросы. Запросы все просчитаем. Все запросы, пришедшие в Инстаграм, мы считаем с нашим дисконтом. Также забронировать можно у нас на сайте с кэшбэком 7%. Забронировать можно в любом нашем франчайзинговом офисе. Все франчайзинговые офисы также будут находиться в описании под видео. Все стандарты, цены соответствуют нашей компании. Всем хорошего вечера и завтра успешного плодотворного дня. Не болейте и не бойтесь. Все будет супер. Всем пока.